Всем привет! Есть очень крутые исследования. Исследование такое. Если за людьми следить, то они становятся намного добрее, чем если за ними не следить. Например, там ставили камеры, людям давали... В общем, за ними следили, им давали возможность потратить деньги, и другим деньги дать или не дать. В зависимости от того, за людьми следили или нет, они давали в два-три раза больше денег. Еще давали такие задания, что люди могут как-то смухлевать, забрать немножко денег себе, как-то там поступить некрасиво. Самое веселое это то, что даже если на стене в комнате, в которой они находились, просто был нарисован глаз, просто арт глаза, то в зависимости от того, если там был такой арт, то люди читили в два-три раза меньше. Просто от ощущения, что за ними следят, но даже хотя никто по-настоящему не следил. И еще одно очень интересное, это то, что люди сидели перед компьютерами, как-то выполняли, у них тоже была какая-то этическая задача перед ними, и у некоторых, у них мелькала какая-то штука на буквально миллисекунду на экране. В такое время, что Cortex, сознательно ты еще не успеваешь понять, что это, но оно как-то вот восприятие успевает поймать эту картинку. Одним мигало там, например, что-то из десяти заповедей или просто упоминание Бога, например, а другим мигало просто что-то нейтральное. Так вот те, кому даже вот так вот мигнуло такой ремайндер, такая напоминалочка, они потом это задание выполняли как-то более этично, меньше читили, меньше обманывали, более правильно себя вели. Это очень круто связано с нашей недельной главой «Шлах». В этой главе говорится о заповеди цицид. Цицид — это у евреев такой ремайндер, который висит у них на концах одежды болтающиеся ниточки. И фишечка всех этих ниточек в том, чтобы человеку напоминать о том, как себя правильно вести. Вот это исследование последнее показывает очень интересную вещь, что человек, он ведет себя не, обычно даже не так, как он считает себя правильным, не в соответствии со своими ценностями, а в соответствии с тем, как часто он об этих ценностях вспоминает. И поэтому именно, то есть мы видим, как на исследованиях это круто работает, именно поэтому одна из причин, почему в иудаизме столько ремайндеров, то есть есть мезуза, есть филин, есть вот этот цицид. И закончить здесь стоит такой интересной историей. Есть в Талмуде такая история, что мужчина пришел, он значит, к кому? К проститутке он пришел. Пришел он к проститутке, и в момент, когда он уже раздевается, его вдруг хлещет цицид по лицу. И это сработало ему, как вот эта удивительная напоминалка. И он понимает, что он не может этого сделать, что он не готов сейчас сделать то, что он собирался сделать с ней. И ее это очень удивило, она удивилась, как бы мы, ну, я так не работаю, я по-другому обычно работаю, что стряслось. Он мне объяснил, что такое цицид, что это ремайндер против сексуальных грехов, например. И она так сильно удивилась, что в итоге она сама приняла иудаизм. Вот немножко нам о том, насколько мы социальны, что нам важно, как нас смотрят. От этого люди становятся как бы более моральными, если они чувствуют, что кто-то на них смотрит. И частично поэтому, из-за нашей психологии, подстраиваясь под нее, иудаизм дает нам вот такие вот ремайндеры. Ремайндеры во всем, чтобы мы вспоминали, какие наши ценности, каким ценностям мы по-настоящему соответствуем, что мы любим. И чем чаще этому человеку напоминать, даже самому себе, тем лучше он себя будет вести, и тем больше он будет соответствовать тому, чего он сам от себя хочет. Все. Bye. Всем хорошей недели. Спасибо.